Мы продолжаем серию репортажей о доблестных войнах Великой Отечественной войны. Сегодня мы вновь напомним о бессмертном подвиге во имя отчизны гвардейцы Мурати Карданове. Он родом из Звакожили. Своими воспоминаниями о Герое Советского Союза Мурате Асхадовиче поделились дочь и внук. С ними встретилась Альбина Ламкова. Звание Героя Советского Союза Мурату Карданову было присвоено за образцовое выполнение боевых заданий, мужество и героизм. Для домашних он был любящим папой и мужем, рассказывает дочь. Его поступки в повседневной жизни всегда впечатляли и служили примером для подражания детям. В 69 лет, вспоминает Людмила Муратовна, он направился за книгой о его жизни. Она была издана в Карелии, а также за атласом для внука. В общем, дома были сестра моя, Стасик Дерев. И вдруг видят, что привезли папу. Одна рука висела до земли. Вот просто на коже висела. Мурат Асхадович ни в какой не согласился ехать в больницу. Продолжала историю Людмила Муратовна. Рассказывала о причине несчастного случая. Говорит, дело было у светофора. На перекрестке двух дорог, когда на желтый цвет побежали дети. А автобус, игнорируя их, продолжил ход. Получилось так, что дети стали метаться. И вот папа, чтобы их оттолкнуть, это все, все это момент. Чтобы их оттолкнуть, взял удар на себя. Вот эти поступки его, а их много. Подобный взгляд на жизнь Мурата Карданова и стал его ступенью к званию Героя Советского Союза за проявленные успехи в бою. В Красную армию Мурата Асхадовича призвали в 1939 году. Сначала служил военным строителем. Потом направили в Иркутское кавалерийское училище, которое он окончил в 1942. После обучения в воздушно-десантных войсках в июне 1944 года прибыл на Карельский фронт. Под его командованием взвод успешно провел боевые действия во время Свирско-Педрозаводской наступительной операции советских войск. Его именем назвали улицу в городе Раменское. О фронте отец старался не вспоминать. Про Умара Хабекова рассказывал, потому что Умар Хабеков был его другом тут. Да, они вместе даже учились. Одним из счастливых дней в его жизни стало рождение внука Олега. С ним было все по-другому. И воспоминаниями о фронте охотно делился. Отчетливо помню, что они десантировались. Убила командира. По званию, получается, он был самый старший. Он возглавил. Смертники были прикованы прям цепями. Фильм был такой, кукушка назывался. Там хорошо описывается, как это выглядит. Те, у которых мы находили, говорят, еще живыми, у которых патроны кончились, они просто в основном были уже с ума сошли. История героическая длинная. Суть в том, что отважный гвардейц повел доверенную ему роту на опорный вражеский пункт в одном из районов Карелии. Задачи по его захвату бойцы справились на отличном. Затем Олег вспомнил еще один бой дедушки, из-за которого сильно пострадало здоровье. Тогда изрешетили весь его плащ. 72 осколка. Я подхожу, а у него спина. Вот такие какие-то шишки на спине, как жировики. Оказывается, это осколки с войны. Позитивные и остроумные высказывания, от которых не сдержать смех. Можно написать юмористическую книгу и даже снять фильм. Поделилась дочь Людмила, вспоминая об отце. Восхищаясь героем, с любопытством заглядываешь в выключенную жизнь. У него две дочери. А супруга Мурата Асхатовича, Валентина Платоновна, родом из Абхазии. Мама была прекрасной хозяйкой, вспоминает Людмила. Отношения с отцом были теплые, образцовые и не на показ. Потерю мужа сложно было пережить. Случилось это в 1987 году. И был это тот случай, когда мама показала свои чувства. Это, говорит, понимаете, это вот я всю жизнь, оказывается, прислонялась к стене, которая меня держала. Вот она рухнула, говорит, и я. И упала в обморок. Пережить боль помогали все. Дочери Людмила и Эмма. Внук Олег. О главе семейства Мурати Карданове всегда вспоминают на семейных праздниках. Сохранились награды, фотографии. Бережно хранится память о нем. И все это передается из поколения в поколение. Альвина Ламкова, Либастанов, Вести Карачаево-Чекисия.